Друзья, бонжор! А не пройтись ли нам по летним новинкам парфюмерии? Тем более, что среди них есть очень даже шедевральные ароматы. Друзья, давайте наконец-то поговорим про вот этот прекрасный экстракт от Дуситы, Пелагос. Я обещала вам рассказать про то, как приезжала к нам Писарра в магазин. Я с ней познакомилась, и мы даже ужинали в одной компании. Так что впечатлений масса, но самое интересное, наверное, это Пелагос. Вот этот самый, который про море, который про ее впечатление о отпуске в Греции. И когда мне говорят Греция, я думаю про свежесть, думаю, возможно, про соль, но на самом деле у Писары было совершенно другое впечатление про Грецию. Она рассказывает о том, как она плавала, как солнечные лучи ее окружали, и вода была очень глубокая, то есть вот это все она хотела передать. Но вы знаете, Пелагос на самом деле аромат про то, что обычно мы не замечаем. То, что наш нос цепляет, но, наверное, визуально превосходит. И поэтому вот ароматические ноты, которые мы знаем, что они присутствуют, очень часто они присутствуют в французском побережье, очень много ароматических нот, например, вот «Бессмертник», я его часто чувствую. Какие-то хвойные ноты, кстати говоря. Так вот на это все здесь наведен фокус. Я больше всего здесь чувствую. Что-то есть соленое, конечно, вначале. Есть бергамот, она на этом настаивает. Но это так, знаете. Я, например, для меня бергамот здесь не главный. И потом идет тимьян и шалфей. И вот эта вот такая сухая, немножко резкая нота, но в хорошем смысле резкая. Она хорошо прорисованная. То есть здесь никаких сантиментов не оставили. Вот она, яркая. Потом идет ирис. И вот, кстати, вот эта ирисовая нота, которая потом свяжется с чем-то кожаным и дубовым мхом и так далее, объясняется тем, что вот после того, как она поплавала в море, освежилась, она пошла в книжный магазин. И там она полистала какие-то старинные книжки. И вот эта вот сухость, наверное, ириса, это просто что-то невероятное. В том смысле, что вы удивитесь заявлению морского аромата и вот глубине мысли вот этого и задумки вот этого парфюма. Важно знать, что это экстракт и как же он проявляется на коже. Для меня в начале было сюрпризом на себе ощутить немножко пудровости. Вот эта вот яркая ароматическая нота, она была немножко смягчена вот этой пудрой, которая вот прям мне понравилась. Я думаю, вот это уже что-то интересное, потому что на блотере было очень по-мужски так, очень явное заявление чего-то, да? То есть никакие ни цветочки, ничего такого. Что же происходит дальше? Дальше я вот так поносила пару раз, а потом вышло солнышко вдруг. И каждый раз, когда я где-то проходила, я чувствовала какой-то невероятный аромат, который я считала не своим. Каждый раз я думала, что это какая-то женщина мимо меня прошла. Я подумала, ой, интересненько. И еще там, в общем, несколько таких вот историй было. Видимо, кто-то, может быть, прошел, но принес мне мой шлейф. Как же это было красиво! Это было что-то действительно шипровое. Но плюс ко всему, что-то сладкое. И вот он менялся, вот он трансформировался. Поэтому, наверное, про этот аромат я вам буду рассказывать еще много раз. То есть это не последнее видео, это такое вот предварительное знакомство. Уже в нескольких погодных условиях я это все послушала, но не в жару. Потому что у нас вот, я все ждала, когда же начнется жара, чтобы вам рассказать немножко побольше. Ну так вот, очень яркое унисексовое звучание, но на вашей коже это все изменится. Поэтому имейте в виду, аромат настолько яркий, настолько не похожий на другие ароматы такого направления, что его, наверное, можно носить вот с весны по осень, такую не очень холодную. А потом тоже интересно, как это все произвучит. Ну, черный цвет флакона, это тоже вот как глубина и как вечность. Сидит он очень долго, прекрасно ведет себя на коже, гибкий такой вот. Будет с вами жить, и вот это очень ценно. Теперь предлагаю описать вам новую линейку от дома Перис, который уже теперь не Перис Монте-Карло, или во всяком случае не только. Сейчас он еще и Перис Портофино. И вот у них голубая линейка. Голубая линейка состоит из четырех ароматов. Все они свежие, соленые, но все по-разному. Соленые, может быть, ароматические, соленые, цветочные. Есть один аромат, явно женский, и три остальных. Радуйтесь, мужчины, здесь вам есть где позабавиться. Итак, вот первый, наверное, скорее всего, я вам покажу Фьори Ди Маре, потому что он отличается. Он очень цветочный, и любители пиона могут ликовать, потому что здесь красота. Это пудровый аромат, немножко солоноватый, достаточно сладкий. Цветочная часть яркая в нем. Ну и вот пион, который имитировали. Там и жасмин, то есть то, что там заявлено, жасмин, роза и так далее, это не говорит о том, что это все там есть в своем классическом звучании. Это тот пион, который не кисловатый. Вот есть в пионе такая кисловатая нота. Он скорее солоноватый за счет вот этой морской соли. Но плюс ко всему, там вот есть вот эта пудра и сладость. Но его спасает проветриваемость солью. Симпатичный. И, кстати говоря, он существует также в свече. То есть если он вам очень нравится, или вы просто хотите его чувствовать, а не носить на себе. И то же самое вот в букете ароматом, который можно поставить где-нибудь там у себя в прихожей. И как только заходите домой, сразу фьюри и сразу маре. Следующие три аромата. Они все заключены в такие вот симпатичные голубые флаконы. Той же формы, что и перис монте-карло. Итак, Бель Соли. Это мой любимый, наверное, из вот этих, ну так скажем, с мужским звучанием ароматов. Потому что здесь будет вначале кардамон, потом очень много такой цитрусовая группа. Имбирь и можжевельник. Вот можжевельник мне больше всего нравится, поэтому мне кажется, что вот он как-то здесь по-другому звучит. Да, конечно, есть немножко соленых нот, но вы их не чувствуете вот как соленая нота. То есть он такой проветриваемый. Вот именно, что везде эта соль, она не будет звучать резко, как это вот часто бывает именно в соленых ароматах. Здесь очень много цитрусов. Вот эта глубина и брызги имбиря. И благородная все-таки специевость от можжевельника. Это все только в 100 мл доступно. Да, они стоят 165 евро за такой формат. И я не могу сказать, что прям вот этот длится долго, потому что Fiori di Mare прям длинный и хорошо звучит так, объемно. То здесь это все-таки концентрация eau de parfum, но ментальность в нем eau de colonie. Поэтому сказать вам, сколько конкретно он длится, мне очень сложно. Двигаемся дальше. Blue Profundo. Этот более минеральный. Прям вот чувствуется эта соль больше, но это опять-таки соль, которая перемешана с белой амброй. Ну вот эта рисковатая нота темной воды, наверное, да? Жасмин положили. То есть жасмина опять-таки я не слышу. Но что-то такое все-таки есть в этом аромате. Нет так много цитрусов, как в предыдущем. Поэтому обратите внимание тем, кто любит соленую такую вот историю, брызги и так далее без особой цитрусовости. Вот мне кажется, это вам сюда. Смотрите, как он будет держаться на вас. Я уже опять-таки повторяю, потому что это такая вещь с летними ароматами очень сложно. Потому что они все летучие. Как сядет, возможно, эта амбровая и соленая история, может быть, и дольше просидит. И последняя свежая история – это In Riviera. Вот такой вот, знаете, аромат, который мне как-то поначалу нравился гораздо меньше. Но сейчас я его слушаю. Что-то в нем есть притягательное. И притягательное для меня – это Бессмертник. Здесь еще есть имьян, розмарин. И вот, наверное, вот это мне и нравится. Поначалу я слышала какие-то, прям вот, знаете, ноты с болотными отголосками. Но сейчас вот я понимаю, что это больше вот эта свежесть, минеральность, соленость, которая все-таки завернута в пары вот эти ароматические. И это получается интересно. Может быть, кто-то и предпочтет именно вот этот вариант. И из всех голубых получается, что этот у вас самый ароматический. Давайте сегодня обозрим Тилию от Marc Antoine Barrois. Последнее творение и последний, я бы сказала, очень явный отсыл в женственную сторону. Все предыдущее было унисексом. Теперь нам предложили что-то совершенно другое на лето, на весну. Тилия для меня, и это липа. Липа с дроком. Конечно, там есть больше нот. Но вот то, что слышится в первую очередь, это липа, которая не горькая, которая не горчит, как вот липа Dorsey. И дрок, как оказалось, цветочек желтенький и растет у меня на улице. И очень даже сладко пахнет. Мне кажется, что вот их соединив, получается такое красивое сочетание. Конечно же, там есть что-то типа Ambraxana, его заявили. Как это пахнет в разных же комбинациях по-разному. Но вот эта молекулярность чувствуется, потому что это аромат атмосферный. Аромат, который будет сидеть тонким, мерцающим слоем на вас. Все, кто вас обгоняют, будут приносить этот шлейф. Ветер будет кружить его. Аромат, который можно носить каждый день, на любые случаи жизни. Скорее, все-таки это весна-лето. Но мне такого плана ароматы тоже нравятся. Вот где-то дома, в зимнюю погоду, они согревают. Вот они придают вот этого уюта. Потому что пудровость некоторая. То есть все-таки есть вот этот мускусный оттеночек. Сродни Royal Musca от Mikalev. Придает и женственности, и уходовости. Ну, в общем, в эту сторону аромат. Хотя, конечно, здесь больше зелени, чем вот с Royal Musca. Да, он вот инопланетный. Вот он совершенно не похож ни на один аромат этого дома. И, наверное, в этом революция. А так, с какими-то другими ароматами, наверное, можно его все-таки сравнить. Те, кто любит липу, здесь будет доволен. Хотя она, опять-таки, не зеленая. Она скорее вот придает вот этого золотого, такого блантизистого оттенка. Носится очень хорошо в разные погоды. И вот так вот его у нас каждый день по 150 оттенков разных сезонов происходит. Все еще никак не остановится у нас ни весна, ни лето. Несмотря на то, что у нас сейчас июнь. То есть вот я тыщу этот аромат. Практически получается, что я и весной его потестила, и осенью. Потому что дождь, такая вот сырая погода. И всегда он хорошо себя ведет. Красивая эта вот красная линия мне нравится. Такая, знаете, золотистая, в бордовую сторону. Носить нужно, если есть на такое деньги. Потому что все-таки, ну, мне кажется, тридцатку можно иметь, если вот есть такая возможность. Потому что она долго сидит. Она вот прям вот слышится с утра до вечера. И еще ночью будет вас где-то там в волосах, возможно, будить. Так что длинный, красивый, другой, липовый аромат про солнце, весну и мерцающую инопланетность. Я надеюсь, эти новости 24-го года, который еще пока не закончился, а еще не вечер. Так что мы посмотрим, чем он нас еще порадует. Но что эти новости вас заинтересовали? Во всяком случае, вы знаете, что появилось на рынке. Что для меня интересно, так это, конечно же, пелагоз. Потому что он взрывной и он очень не похож на все, что я слышала из морского до него. И, наверное, все-таки тилия. Расскажите мне о своих новинках. Или, возможно, то, что вы уже нюхали из моей подборки. Будьте здоровы, счастливы и пока!